Наталья Григорь Доброе утро, с наступающим вас! Ну, конечно, Новый год и под Новый год все люди, например, которые работали раньше на какой-то работе, которая им не нравилась, хотят поменять в Новый год, с новой жизнью. Тема актуальна. Да, или, например, те, у которых нет сейчас работы, они, опять же, надеются в Новом году найти любимое... Доходное занятие. Да, доходное занятие. Как вообще у нас в Республике обстоят с этим дела? Какая статистика? Сколько ли безработных? Ну, действительно, мы собираем такую информацию, и причем источники информации у органов статистики самые разнообразные. Это и непосредственно опрос населения, это информация из различных ведомств, и информация от респондентов, от предприятий. По данным Центра занятости населения Республики Крым, в республике есть такой показатель, как число зарегистрированных безработных, оно составляет 5 тысяч 4 человека на конец ноября текущего года. Если сравнивать, например, этот показатель с предыдущим месяцем, с октябрем, то уровень несколько вырос, ну, несколько, на 15,5%, и здесь стоит сказать о том, что республика, в общем, всегда подвержена, скажем так, влиянием сезонного фактора. Для республики достаточно значительный вклад в экономику таких видов деятельности, как туризм, как сельское хозяйство. Вот как раз я хотел спросить, это же наверняка обусловлено тем, что полуостров курортный. И вот всегда мы, внутри годовая динамика, мы всегда фиксируем, допустим, самый высокий уровень безработицы складывается в феврале, и число безработных, например, в текущем году это 6,5 тысяч человек, именно зарегистрированных. А самый низкий это август, сентябрь, вот, то есть, и еще и туристическая сфера действует, и уже сельхоз какие-то работы идут. Вот вы говорили по поводу зарегистрированных безработных, это те люди, которые обратились на биржу труда, правильно? Да, совершенно верно, и получат какие-то пособия. Кстати, в текущем году пособия выросли, и вот мы немного связываем и рост числа безработных, именно зарегистрированных, еще с тем, что пособие выросло, скажем, в 2019 году максимально с 4900 рублей до 8000 рублей. Тенденция неплохая. Ну и, соответственно, количество безработных, ну, связываем с тем, что, наверное, все-таки немножко и с этим увеличилось. А есть ли информация, какие в основном ищут для себя профессии жители полуострова? Ну, вот, по информации центра занятости, в общем-то, это рабочие профессии, это и уборщики помещений, и сельхоз рабочие какие-то, вот, тенденция такова. Но при этом я хочу еще рассказать о том, что, ведь мы, вот я немного говорила, касалось этого, мы и занимаемся опросом непосредственно населения. Это выход в домохозяйство, у нас так называется, как такой жаргон, да, полевой уровень. И здесь мы работаем по методологии Международной организации труда. Эта методология приведена в соответствии во всех странах, в большинстве стран. И данная методология позволяет получить информацию о том, как складывается рынок труда в республике. Так вот, по данным этой методологии, в республике на, ну, возьмем там смещенный квартал, это август-сентябрь текущего года, количество безработных у нас составило 47 тысяч человек, около 49 тысяч человек. Это 5,3% в численности населения, в численности рабочей силы в республике. Но это большой показатель или наоборот? Для сравнения, приведу, в среднем по Российской Федерации 4,5%, по регионам Южного Федерального округа 5,1%. То есть, вот где-то, несколько выше, чем в Российской Федерации, в регионах Южного Федерального округа. Ну, вот где-то близко. Что касается, например, числа зарегистрированных безработных, то здесь 0,6% вот этот вот уровень безработицы. То есть мы держимся в пределах, не уступаем. Значит, если говорить о том, кто такие безработные, кто они у нас, это в основном, конечно, жители села. Уровень, доля жителей села в общем количестве составляет порядка, ну, вот если брать третий квартал, то это 65%. Но, скажем, если итоги за год мы берем, то несколько смягчается эта цифра, потому что все-таки в какие-то сельскохозяйственные работы задействованы в течение года жители села. И, соответственно, уровень безработицы у них несколько, их количество несколько снижается в среднем за год. Вот интересные тоже факты можно привести о том, что среди молодежи, это число до 20 лет, скажем, возраст, здесь у жителей села уровень безработицы несколько ниже, это 20%. При том, что жители города, 37% жителей города безработных среди молодежи. Если все-таки возвращаться к информации, среди кого самый большой или самый низкий этот процент безработных, то самый низкий это все-таки мужчины 40-45 лет. Ну, будем надеяться, что уровень безработицы на полуострове будет все-таки снижаться, и мы доберемся отметки в ноль, а то и в минус еще уйдем. Ну, она на самом деле снижается, да. Вам хотелось бы, Наталья Николаевна, большое спасибо выразить за то, что вы это утро встречаете в нашей компании. Но о товарищем телезрителям хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была Наталья Григорь, заместитель и руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю.